конечно эзотерика это некая такая такая философия это философия неких понятий и наверно знаете это эзотерика потому что не было другого слова назвать те наверное идеи которые у меня возникали потому что если бы назывался допустим дуйко философия то тогда бы люди наверно не хотели это слушать а дуйко психология ну наверно не хотели хотели бы слушать там новую психологию там или нервы лингвистическое программирование хотели бы наверное что-то такое обособленное но я хочу вам сказать что все равно это как бы я не крутил это просто идеи которые связаны с идеями философствования просто философские доктрины они конечно же во многом не имеют подтверждения где-то имеют подтверждение кто-то скажет это давно уже существующие кто-то скажет для него это важно но я хочу сказать что для меня это важно дело в том что это все те этапы которые пришлось мне в моей жизни преодолеть для того чтобы быть ну может быть немножечко счастливее может быть немножечко уютнее себя чувствовать в жизни и так далее ну с чего бы хотелось начать вообще как вообще человек может изменить свою жизнь если что-то одно что не нужно было бы прямо вот ковырять в себе без конца знаете столько разных направлений ноги первопричину как сказал будда найди еще что-то как сказал там использую заповеди как сказал иисус христос или там соблюдай соблюдай религиозные доктрины этих доктрин очень много но если что-то одно да вы представляете я считаю что что-то одно все таки существует начну я со слов белинского вениамина белинского который в свое время сказал такое или так такую фразу он сказал жизнь значит жить значит чувствовать об этом сказал еще и горький то есть он повторил фразу вениамина белинского максим горький сказал в старухе и зиргель или повторил эти слова жить это значит чувствовать а шолоха в своей книге тихий дом тоже это повторил а тут вот такой вот вопрос сразу же возникает друзьям и а что же это такое чувствовать скажите мне чувствовать это все-таки глаголы или существительные ли это рефлексы что такое чувствовать вообще как мы или чем мы чувствуем ну давайте я не буду рассуждать хотя можно было бы на этом сейчас остановиться и начать рассуждается чувствовать это значит и начать умничать и сказал этот вот так а чувство сказал так а пирогов сказал это безусловные рефлексы отражены а вообще вообще эмануил кант сказал о том что чувствовать это я там тоже что-то сказал и так далее ну давайте не будем рассуждать что это каждый наверное найдет свой индивидуальный вот такой макет или маркер своих собственных чувств и скорее всего будет придет вот к такому мнению скажите мне можно ли сказать что мы чувствуем на протяжении дня конечно жизнь есть чувство тогда можно ли сказать какие у нас чувство можно это чувство любви чувство нелюбви чувство ненависти эмоции рефлексы вызывающиеся каким-то опытом который у нас есть а можно ли разделить два типа чувств которые в нас или в нашем теле появляются конечно это на чувство которое называется нравящееся чувство и чувство которые можно назвать не нравящимся таким образом можно сказать что чувство которое возникает у человека они могут человеку нравится и могут не нравится вот это да это уже открытие так как если наша жизнь эта школа в которой человек должен обучаться и чему-то научить свою душу то то обучение и без выводов просто невозможно так вот люди живут они живут и в их жизни происходит накопление того что им нравится или того что им не нравится а теперь как бы мой эзотерический вывод вот который у меня давно уже появился я вам хочу сказать это авторская методика дойко можно ее назвать так вот чем больше у вас чувств которые вам нравятся тем больше вам будет нравиться ваша жизнь дело в том что это такая вот особенность которую сегодня можно рассмотреть все религии говорят о боге и говорят что необходимо к нему стремиться и говорят что допустим все религии говорят что если ты будешь стремиться к богу и после того когда попадешь в рай то когда ты попадешь в рай и тут хочется сказать когда я попаду в рай я буду чувствовать и мне говорят конечно что же значит человек без чувств хорошо в тот момент когда я попаду в рай какие у меня будут чувства и мне говорят мы они сделают так в раю что твои чувства тебе понравятся то есть можно условно сказать что я когда попаду в рай то мне будут нравиться те чувства которые возникают у меня правильно тогда можно сказать что живущий человек живущий через принцип того что ему нравится или возникают чувства которые ему нравится двигаются на пути духовного развития ведь это же правильно но скорее всего да потому что жизнь это большая драгоценность